Закон о пропаганде ЛГБТ. Наконец-то мы обозначили твердо свою позицию. Чуть ли не единственные в мире пошли против мракобесия. Меня радует, что с каждым днем проявляются люди в культуре, даже в том же шоу-бизнесе, с правильной стороны, которые начали осознавать всю серьезность сегодняшней войны западного мира против России. Понимать, что только от каждого из нас зависит будущее нашей Родины. Не надо никогда ни на кого надеяться. Надо задавать себе вопрос прежде всего, а что я могу полезного сделать для Родины в тяжелое время. Не критиковать, не говорить, а если бы было так, а может быть по-другому, кабы да кабы. А просто сейчас осознавать реальность, и помогать. Гуманитаркой, распространением материала в соцсетях, информационной поддержкой, всем чем угодно. Многие медиа пишут, Стрелков сейчас намного опаснее для правящего режима, чем Навальный, Соболи, Яшин вместе взятые. Чили позор, получили позор, получили войну, получили войну, опять получили позор. Но я высказываю то, что считаю нужным и правильным высказывать. Я просто рассказываю людям, что если власти будут действовать так же дальше, как они действуют сейчас, то нас ждет смута. Власть погубит саму себя, вместе с ней всю страну. К сожалению, нам, простым русским людям, надо готовиться к тому, что может произойти в течение ближайших месяцев, в лучшем случае лет. Судя по заявлениям нашего президента, судя по заявлениям членов правительства, у них все хорошо, они считают, что все замечательно. Вопрос, ведь цели спецоперации, демилитаризации, денацификации Украины, они остались. А где они остались? Кто об этом сказал? Песков сказал. Я вообще Пескова стараюсь не слушать, вот Пургу ведь несет. Но если концепция такова, это или вредительство, или кретинизм, или, как говорится, конгломерат смузи из того и другого. Я вам часто скажу, кто вагнер идет, зарабатывать бабки идут. Вы реально думаете, что они идут кто-то за флаг, что ли, туда? Российская машина пропаганды все чаще дает сбои, позволяя прорваться в эфир фактом, неудобным для режима. Видимо, катастрофа по всем направлениям уже настолько очевидна, что скрывать ее и отрицать реальность уже просто невозможно. В эфир очередного ток-шоу на НТВ пригласили российского рэпера Давида Нуриева, который известен под псевдонимом Птаха. Я не слушаю, не знаю, о чем он поет, но говорят, в России он популярен. И вот этого рэпера пригласили, чтобы обсудить с ним, как лучше пропагандировать среди российской молодежи войну в Украине. Причем я сейчас совершенно не преувеличиваю. Ведущие НТВ совершенно прямым текстом говорят, чем они на самом деле занимаются, и никто этого даже не скрывает. Все-таки нам, я пока не услышал, вот как бы ответа, который мне бы понравился, как нам все-таки правильно пропагандировать, эффективно пропагандировать мобилизацию. Но в этот раз что-то пошло не так. Рэпер Птаха стал озвучивать в эфире не просто неудобную, а запретную правду, которую в эфире российских телеканалов озвучивать вообще нельзя. Но прежде чем мы перейдем к этому фрагменту и посмотрим его, небольшое объявление для украинских зрителей и подписчиков. Как видите, на меня сегодня вот такие чудовые худи от магазина ТАТОТАКЕ. Это украинский магазин, который продает вещи, пошитые в Украине из качественных украинских тканин. Тобто купуючи их, вы поддержите национального виробника и украинский ВВП, которому сейчас, как вы знаете, поддержка очень нужна. А главное 40% от прибудка, хлопцы отдают на фонд «Повернись живым». То есть вы не только купите качественные вещи, а еще и помогаете нашим воинсковым. Поэтому переходьте за посыланием в описании к этому ролику и там вы можете выбрать себе речь, которая вам понравится, заказать ее и заодно помогать нашим воинсковым. Усей подробности за посыланием в описании к этому видео. Ну а мы продолжаем и сейчас посмотрим, что же там наговорил российский рэпер в студии федерального телеканала. А он прямым текстом заявил, что, во-первых, сам не понимает, зачем Россия вторглась в Украину. И признал, что люди, которые идут на эту войну, воюют за деньги, а вовсе не за российский флаг и не за какие-то ценности. Молодежь вообще, честно говоря, мало кто, вот я сколько общаюсь, мало кто понимает, что мы там делаем. Потому что границу сюда никто не перешел. Мало кто понимает. Смотрите, какие интересные вещи озвучиваются. Он прямо признает, что границу с Россией никто из украинцев не переходил. То есть, это Россия напала на Украину. Следовательно, это Россия, страна-оккупант и страна-агрессор. А выезжать на фоне Советского Союза, идеологии Советского Союза, что мы боремся с немцами, это тоже такое себе очень сомнительное. А вы сможете снять ролик, который объяснит, что мы там делаем? Так я сам... На понятном, доступном языке, со словами... Я вам объясняю, что это на самом деле... Я сам особо не понимаю. Я понимаю, что мы воюем, мы... Просто какой-то сюрреализм. Пропагандист просит рэпера снять пропагандистке ролик для молодежи, чтобы пропагандировать войну в Украине. А рэпер честно ему в ответ говорит, что он сам не понимает, зачем происходит эта война. С предложения... Придумать? Подождите, Лена. Может быть, вы тогда поймете, зачем мы там? Просто один раз поехали в глаза, посмотрите, ребята, которые... Я там был. У меня очень много друзей с ЧВК в Вагнере как раз сейчас находятся, воюют, пацаны. И вы не понимаете, что они там делают? А? И вы не понимаете, что они... Они бабки зарабатывают. Я вам честно скажу, кто Вагнер идет, зарабатывают, бабки идут. Вы реально думаете, что они идут кто-то за флаг, что ли, туда? Смотрите, просто открытым текстом на всю страну прямо говорится, что нет никакой деноцификации, нет никакой защиты Донбасса, помощи русскоязычным. Это просто все за бабки. Люди едут воевать за деньги, то есть люди едут убивать, потому что им за это платят деньги. Все, не за флаг, не за какие-то ценности, не за идею. И важный момент, да, это же не говорит украинская пропаганда, это не голос Америки, это не Сорос какой-то заявил. Это все звучит на российском федеральном канале. Это озвучивают все сами россияне, никто другой. Причем этот вот рэпер Птаха, это же не какой-то антивоенный активист. Его за антивоенную позицию, если бы он ее занимал, его бы не то, что на канал не пустили. У них все, кто против войны, и они уже или в тюрьмах сидят, или из страны уехали. Все, то есть их таких к эфирам не допускают. Тут вся фишка в том, что он как раз говорит, что он спецоперацию поддерживает. Правда, не знает при этом, за что она идет, зачем она нужна, но поддерживает. Я не осуждаю СВО, я, кстати, один из тех людей, которые поддерживали СВО. Я просто пытаюсь... Любопытно, то есть вы не понимаете нам поддерживать? Нет, у вас... Ну, это за своими радостью. Нет, у меня немножко другие... Я начал поддерживать СВО после того, как увидел, как наших пацанов там валят. И что с ними делают? Только после этого. Слушайте, это фантастика какая-то. Это же просто гениально. То есть они вторглись на территорию чужой страны, на танках, с оружием, стали бомбить города. А потом, когда получили отпор, начинают реально искренне, абсолютно ужасаться. Там валят наших ребят, я посмотрел, боже, нет. То есть ноль понимания причинно-следственных связей вообще. Чего твои ребята туда вообще поперлись? Какого эффекта ты ожидал? Да, что когда они въедут в чужую страну с оружием, что должно было произойти дальше? Почему ты удивляешься, что их стали валить? То есть он рассказывает, что они едут в Вагнер за деньги, его друзья, не за идею, за бабки. А потом тут же возмущаются, ой, как же так, их же валят, валят, кто бы мог подумать. Ну вот это же просто феерия, понимаете? Нарочно такого не придумаешь. Они же правда такие. Вот на самом деле так же не сыграешь. Вот эти ведущие, которые его приглашали, они, видимо, недооценили его интеллект, просто этого рэпера. Поэтому вот такие факты были озвучены в эфире. Но так или иначе, они были озвучены. И теперь их крайне важно распространять. Вот эту информацию нужно доносить до как можно более широкого количества людей, которые вам в следующий раз как только начнут рассказывать про деноцификацию, про борьбу с фашизмом, про защиту Донбасса. Просто берите вот этот кусок выступления этого рэпера на НТВ и показывайте им, говорите. Так вот, ваше телевидение, ваш телеканал рассказывает правду, зачем вы в Украине на самом деле. И все. И больше не нужно дальше с ними спорить. Они сами признались, они сами все рассказали. Нам остается только это распространять. Поделитесь видео и обязательно подпишитесь на канал. Это тоже очень важно. Подпишитесь на канал.